Кто-то на Уралхимплат пришел случайно вслед за другом или бесплатное спецпитание привлекло. Кто-то с детства любил химичить, а кто-то мечтал об этой профессии. Елена Самарина – одна из таких. В школе еще полюбила химию, поступила в Институт на химические технологии. А когда пришло время писать диплом, практику проходила на производстве. Там и осталось. Было интересно. Взаимосвязи веществ, каким образом, что можно, из чего получить, как это все. Что, можно так сказать, работает. На Уралхимпласте Елена отработала уже 15 лет. Сначала в лаборатории, позже в цехах. Сейчас она инженер-технолог. Следит, чтобы технологическая цепочка не нарушалась. И оборудование бывает, не нарушает процесс. Ломается где-то что-то. Или человек, есть человеческий фактор. Да, приходится искать причину, приходится анализировать, думать, что, как, и устранять эту причину. В данный момент я работаю в цехе по производству фенолаформальдегидных смол, тоноволаки. Но если качество нашей смолы будет не соответствовать отличному результату, можно так сказать, то тогда качество уже следующей продукции, которой используется наша смола, будет другое. Вот как важна работа Елены Самариной. Нельзя было ее не отметить в честь профессионального праздника – Дня химика. Ей вручили благодарственное письмо главы города. Я от всей души поздравляю вас, поздравляю с профессиональным праздником. Знаете, я всегда говорил, пока на территории Нижнего Тагила работают предприятия, все будет хорошо у нас, и все у нас будет стабильно. И предприятие процветать, вам здоровья. А гендиректор предприятия отметил, что хоть и пришли все на завод разными дорогами, теперь коллектив – это большая семья, которой ни пандемия не страшна, ни повышение цен на сырье. Производственные показатели тому доказательства. И прошлый год, и начало, я бы сказал, это первое полугодие для нас выглядит достаточно красиво. Мы существенно перерастили объемы. У нас были запланированы еще в прошлом году ряд проектов по расширению бизнеса. Например, смол для фанерного производства. Мы с января месяца начали партнерство с одним из заводов в центральном регионе. За счет этого увеличили объемы, ну и, конечно же, все вытекающие из этого и прибыль в том числе. Всего же в честь праздника отметили около 80 сотрудников. Вручили грамоты Министерства промышленности и науки, губернатора, областного законодательного собрания и не только. Тем, кто отработал 30 лет, повязали красной лентой ветеранов. Фотографиями 12 лучших сотрудников обновили доску почета.